Центр избирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму 8-го созыва. Всего в списке 344 человека. При этом Центр избирком исключил из федерального списка кандидатов Павла Грудинина, директора одного из лучших народных предприятий страны, совхоза имени Ленина. Причиной исключения, по мнению ЦИК, является якобы наличие у Грудинина активов в иностранной компании. Совхоз имени Ленина сегодня называют островком социального оптимизма. Социалистические принципы хозяйствования в сочетании с использованием новейших технологий дают высокие результаты. Особое внимание уделяется соцподдержке работников. Это и высокие зарплаты, пособия и пенсии, и лучшие в стране школы и детсады, и забота о здоровье и культурном развитии. Аналогичные успехи демонстрируют все народные предприятия страны. Мы создали, отбили от бандитов эти лучшие предприятия. Совхоз Ленин, Объединение Звениговское, Сумароковское, Богачевское. Мы туда возили всю страну, показать, как можно работать, как можно сегодня решать проблемы, платить большую зарплату, учить бесплатно детей, хорошо лечить граждан. Все казалось есть. Я приглашал президента, Совбез. Мы пригласили туда всех журналистов. Там было 30 международных компаний. И давно там отработали все посольства. Они видели, что это образцовое предприятие и уникальные руководители способны решать задачи. В 2018 году Павел Грудинин стал кандидатом от КПРФ на президентских выборах и фактически единственным оппонентом действующего главы государства. С тех пор совхоз имени Ленина при попустительстве властей постоянно подвергается атакам рейдеров. Это одна и та же полихатовская шайка, которая захватила у москевного собственности. Я и Ющенко, выступая с трибуны Государственной Думы, попросили расследовать. Направили материалы в прокуратуру, в Следственный комитет, президенту, в Совет Безопасности. Полихату отстранили, а рейдерская атака продолжается. Геннадий Зюганов напомнил, что при поддержке КПРФ удалось отбить шесть попыток рейдеров прибрать к рукам совхоз. Сейчас идет седьмая по счету атака. Да, действительно. Помощь Геннадия Андреевича, помощь КПРФ не дает им возможности захватить, как они говорят, золотые земли совхоза. И мы никогда не отступим от своего. И будем добиваться справедливости во всех судах. Напомним, что предвзятые действия ЦИК по отношению к Павлу Грудинину последовательны. Так, в марте 2019 КПРФ приняла решение передать Грудинину мандат ушедшего из жизни депутата Госдумы, нобелевского лауреата Жареса Алферова. Однако Центр избиркома ответил тогда отказом, как подчеркивают коммунисты, с грубейшими нарушениями законодательства. Жарес Алферов гениальный человек, ушел из жизни. Все собрались, единогласно приняли решение. Павел Николаевич, достойная кандидатура, рекомендуем в Думу. ЦИК взял и своим, никому не писанным законом, не пустил его в Государственную Думу. В КПРФ считают, что таким образом партия власти решает предвыборную задачу. Убрать под надуманными предлогами с политического поля сильнейших оппонентов. В первую очередь представителей Компартии и ее союзников. Так, с сентября прошлого года в следственном изоляторе находится лидер фракции КПРФ ЗАГС Собрания Иркутской области Андрей Левченко, сын экс-губернатора Приангария Сергея Левченко. Осужден на два года условно лидер марийских коммунистов, руководитель совхоза Звениговский Иван Казанков. Продолжается преследование Николая Платошкина, представителя левопатриотического движения, идущего на выборы в едином блоке с КПРФ. Мы очень сильно напугали власть. Рейтинг КПРФ, рейтинг таких людей, как Сумароков, Казанков, ну и все остальные, рейтинг лидеров КПРФ, которые входят в список, он настолько высок, что партия власти сделала все для того, чтобы убрать, ну скажем так, знаковых людей из списка или не дать возможности выступать. По мнению коммунистов, происходящее свидетельствует о неспособности власти вести честный диалог с оппонентами и о страхе перед растущим влиянием КПРФ в обществе. То, что происходило сегодня, означает, что у нашего дела большие серьезные перспективы, потому что нормально конкурировать с нами не могут. С нами борются ненормальной информационной политикой, с нами борются, не допуская до выборов самых ярких представителей КПРФ Российской Федерации. В КПРФ подчеркивают, действия власти будут иметь прямо противоположный эффект. Я уверен, в результате этой спецоперации, осуществленной против КПРФ, добавим число тех людей, проголосующих за нас в сентябре, может быть, не являющимися коммунистами, но теми, кто хотел бы жить в действительно демократичной стране. В стране без репрессий, без давления, в стране, где не затыкают слово. В КПРФ категорически не согласны с попыткой исключить Павла Грудинина из списка кандидатов. Подобное решение в партии называют абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным. И намерены подать на действие ЦИК апелляцию Верховный суд, а при необходимости и в Европейский суд по правам человека. Мы будем бороться и дальше. Но у нас есть и другие рычаги. Мы с этим произволом не согласны. Мы проведем общероссийскую акцию. Сейчас на штабе протестных действий, когда входит почти сотни организаций. Официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить свои отношения везде. Мы активно поработаем во всех регионах. Мы сформируем правительство народного доверия, национальных интересов. И там особое место будут тех, кто умеет работать и кто в состоянии вытаскивать страну, показывая пример великолепной организации труда и достойного поведения.